Зворот до социальных питаний не увеличить выпадковостью. У речи сама политика Беларуси заявляется социально ориентованной. Кожная третья державная программа, якая зараз реализуется в Украине, мая самая непосредная дочинение до этой сферы. Культура, адекватная, медицина, друкованные и электронные сроки массовой информации. Нема ни одного человека, якип не сутыкаусе с разными галинами социальной инфраструктуры. Причем не за все, после этого, застаются становчие эмоции. Почас семинара, бадай, наибольшая колькость нареканий улучшить у адрес медицинских установ, починаючи от самих подыходов до дочинения. Начиная от Лоева и других районов, которые проезжал, назначаем по 15 препаратов одному пациенту. Я еще удивляюсь, как они выходят с наших учреждений со здоровьем. Проблемы социальной сферы сегодня, пеш за все, связываются с кадровыми питаниями. Особливо актуально это для сельской мясовости. В некоторых районах справа дошла до того, что навык первичную медицинскую допомогу никто оказать не может. Молодые специалисты часто мкнутся вернуться у города практически одразу после приезда. Вице-премьер Наталья Качанова лечит, что тут больше активную позицию повинны займать местовые улады. По-перше, необходимо различить реальные потребности у медиках, у разных населенных пунктов, а по-другому, створить для них прямальные умовы для життя. Мы же понимаем, что это не, допустим, предоставление сразу квартиры, но общежития. Понимая, что сегодня в большей степени общежития имеют ведомственную принадлежность, значит, каким-то образом местные органы власти должны решать и находить подходы к руководителям, которые имеют общежития, для того, чтобы предусмотреть какой-то процент в этом общежитии выделения мест. На сегодняшний день по Гомельской области, по разным регионам составляет от 37 до 72% заполняемости залов. Вот давайте подскажите, пожалуйста, все-таки, может быть, и на эту тему мы поддискусируем, или что для нас важнее, или люди, которые должны все-таки приходить и получать вот эти вот услуги сферы культуры, или просто статистика. Пытание, на какое звертае увагу министр информации Лилия Ананиш, удосконаливание работы СМИ, за уваги ее, як до местовых, так и республиканских электронных и друкованных выданий, необходимо быть интересными для людей, иначе это, снова же, работа с минимальной эффективностью. И тут уже размывая информационной безопасности державы. У нас в информационном поле, помимо национальных телеканалов, региональных, еще свыше 200-208 иностранных телеканалов. Мы мониторим ситуацию. Вот только за этот год пять проверок в регионах. Замечаний нами не выявлялось, но думаю, что эта работа должна вестись постоянно, потому что есть строго очерченный перечень тех каналов, которые имеют вот право распространяться у нас в Беларуси. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобином.